Наша задача отстаивать национальные интересы, строить Европу в Крыму и в Украине. И это вся наша команда, которая сегодня вертикаль. Это и президент, и правительство Украины, и в том числе правительство Крыма, и парламент Крыма, наши города-районы. Мы все это будем делать. Бурлаков Павел Николаевич. Это еще один персонаж нашей истории по захвату активов совхоза имени Ленина. Кто он такой? Первый раз он предстал перед жителями, когда приехал в совхоз рассказать о небывалых успехах агрохолдинга Рота Агро. Мы серьезный агрохолдинг, заявил он тогда. Мы серьезный агропромышленный холдинг, который давно на рынке. Один из крупнейших предприятий сельскохозяйственных. Тогда Бурлаков обещал проводить регулярные встречи с жителями. Говорил, что знает, как усовершенствовать работу ЗАО. В общем, пытался произвести впечатление специалиста в сельском хозяйстве. Мы считаем, что два таких серьезных сельскохозяйственных предприятия могли бы синергию, как говорят, сделать, и которая бы пошла на пользу и завхозу, и нашему агро-сельскохозяйственному производству холдингу Роты Агро. Мы решили разобраться, есть ли под этими его словами хоть какое-то фактическое основание. Увы, но мы не смогли найти ничего, за что можно зацепиться. Бурлаков никогда не был замечен в качестве человека, чья биография связана с сельским хозяйством. Скорее о нем можно почитать как о политическом функционере, который из либеральной партии Украины перекочевал прямиком в Единую Россию, по дороге побывав в партии регионов. Да, вы не ослышались. Бурлаков Павел Николаевич прославился скандальными выборами в Крыму, в то время, когда Крым еще был в составе Украины. Тогда Фрося, как его окрестили журналисты, активно боролся со свободой слова и преследовал пишущую братью, изобличающую его фактическую прописку. Напомню, первый вице-премьер Крыма Павел Бурлаков – уроженец Донецкой области. Но в день выборов он голосовал в поселке Комсомольское Симферопольского района. Журналисты интернет-издания «Аргументы недели Крым» решили выяснить, почему. Оказалось, что чиновник прописан в одном из общежитий под Симферополем, но на месте, где зарегистрирован, давно не появлялся. Бурлаков решил, что в своем материале журналисты разгласили конфиденциальную информацию и написал заявление в прокуратуру. Сегодняшняя акция – ответ работников крымских СМИ. Из общежития. Он ушел и не вернулся туда вообще? Его там никто не видел. Он там у него место регистрации. Он как приехал в Крым, его зарегистрировали там. Мы выделили комнату. Мы очень переживаем, волнуемся, что с ним происходит, где он, может что случилось, может что-то плохое произошло, где он живет, может он скитается, ночует на вокзале. Павел Николаевич Бурлаков отсутствует по месту своей регистрации уже очень длительный срок. Действительно, как-то неспокойно за этого человека. Очень хочется, чтобы милиция все-таки установила, где он живет на данный момент, чтобы все-таки мы могли успокоиться за него. А вот Осман Пашаев по закону Украины выразил свое беспокойство о судьбе чиновника на родном языке. Мы не будем пересказывать эту историю. На расследовательском сайте «Скелет.Инфо» можно найти более подробную информацию об этом и о том, как Фрося использовал административный ресурс и пилил рекламный бюджет выборной кампании. Ссылку оставим в описании к видео. Приведем только несколько цитат. Но говорить о позорной предвыборной кампании в Крыму было строго запрещено. Если журналисты только заикались о просчетах пиар и публиковали имиджевые материалы конкурентов, то на сайты обрушивались массированные атаки хакеров. Представители прессы тут же начинали запугивать правоохранители. Обычно этим все и заканчивалось, так как связываться с отморозками Бурлакова никто не хотел. Конец цитаты. Поведение Бурлакова в отношении разоблачивших его в фиктивную прописку тогда подверглось серьезной критике. Вот цитата. Такое поведение Бурлакова вызвало осуждение не только среди рядовых украинцев, но и политиков. Например, на тот момент народный депутат Украины Геннадий Москаль заявил, что поступок первого вице-премьера Крыма говорит о его неадекватности. «Этот человек неадекватный, потому что человек адекватный так не поступит. Ну и что? Что рассекретили? Зачем вообще скрывать, если ты публичный человек? Эта должность не для слабонервных. С такой нарушенной психикой нечего идти на руководящие должности», заявил Москаль. И он посоветовал Бурлакову ознакомиться с решением Европейского суда по правам человека, в котором четко говорится, «В жизни публичного политика закрытых тем нет». Конец цитаты. Нужно сказать, что каким бы интересным и увлекательным не оказалось изучение материала про украинскую деятельность Павла Бурлакова, но эта часть биографии нас интересует мало. Тем более, что пойди, разберись, правда это или нет. Нас же интересует, действительно ли у Бурлакова есть опыт работы в сельском хозяйстве. Его мы не нашли. Нам удалось установить только один факт, который хоть как-то мог охарактеризовать Бурлакова и его аграрную компетенцию в упомянутой нами вышеизбирательной кампании, которую курировал Бурлаков. На рекламных плакатах про подъем сельского хозяйства в Крыму размещались культуры, которые на полуострове не произрастают. В частности, подсолнечник сохнет на просторах Крыма. Но что здесь удивляться? Где сельское хозяйство, а где Бурлаков? Они явно не дружат друг с другом. Послушайте, что он говорит про корма, многолетние травы и вводимые в оборот посевные земли рота Агра. Вы видите, в обработке 11, а у нас в планах еще надо обработать 7000 гектар. Вы знаете, это большие деньги, это очень тяжело и сложно, потому что за один год ты не введешь поля, их там надо планово постепенно обрабатывать, чтобы привести их в ту кондицию, которая необходима для выращивания многолетних трав. И не только многолетних. Кстати, послушайте также, что говорит генеральный директор Рота Агры Ася Далиновская. Она не понимает разницы продовольственной и производственной безопасности. Если вы думаете, что она оговорилась, то нет, она повторила это дважды. Поэтому я хочу сказать, что Рота Агра, работая по принципу «благодарим», прежде всего работает на производственной безопасности страны. В существующих условиях введенных санкций мы вносим свой вклад именно в производственную безопасность и намерены продолжать делать это и дальше. Появление Бурлакова в совхозе имени Ленина жителям принесли только неприятности и головную боль. По совхозу каждый день группами снуют неизвестные молодые люди, которых жители совхоза называют боевиками. Продажные СМИ штампуют сюжеты про совхоз и Павла Грудинина, пропитанные враньем и искаженной информацией. На днях, под предлогом защиты детей, о которой никто не просил, в ДК были введены силовые структуры, нанятые Рота Агро. Зачем нам такой благодетель ПН Бурлаков, которая обманывает и не является специалистом в сельском хозяйстве? Зато менять свою политическую позицию и даже Родину Бурлаков может. Хотя, если спросить его, чей Крым, он, скорее всего, без зазрения совести ответит «наш». Для того, чтобы дальше могла процветать Украина, что Крым – это тоже Украина. И люди пришли это подтвердить. И это позиция сегодня Крыма. И он не соврет, потому что у крымчан страна, в которой они живут, поменялась, а власть нет. Павел Бурлаков этому яркое подтверждение. В период с 2011 по 2014 год, являясь гражданином Украины, занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров Крыма. Теперь, когда Крым вошел в состав России, а Бурлаков сменил украинское гражданство на российское, он стал ставленником депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина и продолжает свою кипучую деятельность в Республике Крым в качестве заместителя председателя Севастопольского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Видимо, помогая распространять традиционные ценности и демонстрировать патриотизм, то есть любовь к Родине. Традиционные ценности, они нам понятны, и, кстати, они достаточно четко сформулированы, в том числе и в указе президента. Это верховенство духовных, начало материальных. С вами был Тайва Совхоз. Подписывайтесь на наш канал и помогайте распространять это видео. По расположению сердца не забывайте нас поддерживать донатами. Скоро увидимся. Пока-пока.